Почему мы приехали сюда? Сейчас объясню. Дело в чем заключалось. Достаточно давно, лет 30 назад, мы ездили, как раз мама машину купила. Понятен был результат, запчастей не было нигде. Может быть даже время-то и было побольше, 35 лет. Цены в Магнитогорске, ну во-первых, ничего в Магнитогорске не было. Были два магазина, которые продавали автомобильные запчасти. Запчастей там и не было. Приходишь так, ого-го-го. Ну, это был Советский Союз. Сейчас время вроде поменялось, да? В Магнитогорске вы тоже можете купить себе запасные части, естественно. Вопрос цены. Ага, вот теперь вопрос цены. То есть в Магнитогорске все внедряют аренду, представляете? Все сидят в аренде, по сути, и все это дело выплачивают. Но аренду не вы же, не они платят, а платите вы. Вы у них товар покупаете. Здесь такого нету. Приезжаете в Агаповку и покупаете все. Причем каким образом вы покупаете? А для этого мы зайдем и посмотрим. Потому что нам сегодня кое-что предложили. Что такое? А сейчас зайдем. Мне очень нравится русский язык. В особенности его поговорки. И мнение такое. Нежели богато, нефиг начинать, я понял еще в Америке. В 1997 году. Когда мой дорогой Джон легко купил себе машину в 700 долларов. И там было все, что и в новом. Но хотелось жить достойно. Но я хотел так жить всего 2 года. А там кризис. Но мы сегодня не о тех, кто хочет жить достойно. Спасибо, это не для россиян. А что для россиян главное? Хороший, грамотный бизнес. И сверх дешевые цены. Кстати, насчет самых дешевых цен и как они появляются. Очень просто. Здесь вам не втирают аренду. К слову о аренде. Аренда это детище сверх богатых магнитогорцев. А как же еще? У нас же прелесть 100. Купил хату в 3 дорога и быстрый отбой. А это все ложится на ваши пречи. И почему бы нам не взять правила и не проехать 10 километров от города в райцентр Агаповка. И что в руках моих находится? В моих руках находится оптовый ценник, по которому здесь люди покупают товар. Вот я реально хотел посмотреть, что в магазине Форсаж, который располагается на Агаповском районном рынке, цены вообще халява. То есть люди работают, люди показывают и люди выдают результат. А скидки, а вот скидок-то и нету. Потому что, вот посмотрите, то что нужно было масла Лукойл, так они здесь иногда и дешевле, чем в оптовом списке. Почему такое делается? Потому что мы вас приглашаем сюда. Помните, я вам в начале сюжета говорил, что если вы приезжаете в Агаповку, либо в Нагайбак, то вы все можете купить гораздо дешевле, чем в Магнитогорске. И это так оно и есть. Потому что здесь нету той самой дивной аренды. Представляете, все магазины города Магнитогорска находятся в аренде. И вы за это и делаете платье. А здесь нет такого. Здесь важен результат. Чем больше берете, чем дешевле цены. Вот так вот. И вот такие цены. Причем товар в наличии. И на то, что производится у нас. На все машины. Газы, пазы, вазы и также уазы. Все в одном месте. А также резина дешевая. Помните начало сюжета? Так вот, неправильно думать, что село не ездит на иномарках. Просто сельские жители любят дивные дороги. Которыми нормальные дороги и не назвать. А там, ну на том, чем мы богаты. И ценники. И просто по нашим меркам и практически бесплатно. Ну а чтобы вы не думали, что интернет это зло. Мы с вами не согласимся. R17RU. Вот вам и тема, где вы можете заказать себе диски на любой автомобиль. Ведь понять-то надо. По сути диски сейчас дешевле резины. И правило есть нужное. На каждый сезон свой диск. Кстати, очень клево смотрится копейка на 15 дисках с качественной резиной. И вот мы говорили, да, про цены. Про цены вопроса. Вот то же самое в Магнитогорске. Вот то же самое в Магнитогорске. Синтетическое моторное масло стоит 1400 рублей. Самые дешевые цены. Со скидкой 10%. Представляете, здесь 1300 рублей. И помнится, мы вам говорили про Лукоил. То же самое Лукоил. 450 рублей. Ну найдите где-то дешевле. Если не получается, то приезжайте сюда. Вот. Либо это Агаповский крытый рынок. Либо вы приезжаете в Фершампинуас. Потому что тот, кто ездит в этом направлении. Здесь много-то всяких домов. Вот. Мало того сюда. Люди так же ездят в Магнитогорске. Кстати, почему только в Магнитогорске? Естественно, все, кто живет на Гайбаксском районе, могут сюда приехать. И посмотреть, что цены в реальности халява. Просто надо брать и покупать. А так оно и есть. То же масло на Лукоиле стоит 600 рублей. Тот же Энеос с 10% скидкой в 1400. А без? Да, ребятки. Не хозяин переплачивает, а платите вы. Хозяин цену-то свою берет. Надо ли это вам? Ну, простой вопрос. 150-400 рублей за масло. Топливный фильтр, ремни, фильтра воздушный и топливный. Это только часть ваших сногсшибательных расходов. Я, конечно, не понимаю, но 1000 рублей в наше дивное время. Это почти 4 килограмма мяса или 10 килограмм рыбы. Ну, ваш, конечно, дело. Но это, думаю, в хозяйстве пригодится. Ну, и для тех, кто живет в городе. Что не смотаться-то в Агаповку? И для тех, кто ездит в Челябинск. Ну, почему не заехать в Фершампенуаз? А? Прекрасная погода, но не прекрасный результат. Дело в чем заключается? Достаточно холодно. Но мы сюда приехали, в Нагайбак. В районный центр под названием Фершампенуаз. И мы вам показываем тот же самый магазин. Тот же самый магазин, те же самые цены. И я, конечно, понимаю, но вы должны тоже понять, что жители Фершампенуаза и Нагайбакского района никуда ехать не надо. Забудьте про город Магнитогорск, когда у вас есть такой замечательный магазин. А где он располагается, да вы все сами знаете.